Семь семей, проживающих в ветхих и аварийных домах в Шумерле, получили ключи от квартир в новостройках. Сейчас идет реализация третьего этапа программы переселения. На ежедельном совещании в Доме правительства обсудили проблемы переселения из ветхого и аварийного фонда. В 2016 году из аварийного жилого фонда республики необходимо переселить больше 3,5 тысяч человек. По данным Министерства строительства, новые квартиры получили 320. Получается, что программа в этом году выполнена лишь на 10%. Основные проблемы остаются, можно сказать, те же. Это низкий темп строительства на квартирных домах, Козловский район, Морпосадский район, город АлатРа, город Чебоксары. Депрестинский район, в данном случае подключение системы газоснабжения. И в администрации города АлатРа не решено опрос по разблокировке расчетных счетов. Сейчас, по словам министра, ведется претензионная работа со строительными компаниями, которые нарушают сроки возведения жилья или подготовку к проектной документации. Но, судя по всему, начинать ее надо было раньше. Год уже кончается. Пускай отказываются от дальнейшего строительства, расторгают договора и так далее, возмещают все те санкции по претензионной работе мирным путем, чтобы нам не затягивать. Это государственная программа, тут шутить нельзя им, прежде всего. Там есть бенефициары, опять-таки не называйте его. Кто там учредителем является? Кто нанят имиджев? Они сейчас будут менять директоров и так далее. Никто не позволит сорвать строительство и ввод в эксплуатацию этих домов. В Чебоксарах сейчас необходимо снести 22 дома. Работа ведется, но с отставанием, заметил исполняющий обязанности главы администрации столицы Герман Александров. Ведется переселение из дома номер 5 по Красноармейскому, отделочным строем. Второе – это по улице Социалистический дом 7, это регион Жилстрой. Маленько отставание есть, мы это поправим. Но не маленько, сроки, сроки истекли. Подписанные документы, правоустанавливающие документы об этом говорят. Какая претензионная работа проводится? Претензионная работа проводится. Мы хотим поправить, что до 1 сентября 2017 года все дома программу выполнены. Есть судебные разбиратели. Вы верите в это, да? Верим. Берите, уверены в это. То, что министр сказал о том, что по строительству домов есть проблемы, но мы верим, видим, что до конца года эти дома мы сдадим. Вы своей командой управляете, понимаете, нет, и заставляете этих подрядчиков. Вот где государственная программа, они хотят срыв допустить, да? А потом, Игнатьев, отвечай перед президентом России, меняйте, выгоняйте союзного рынка. Тут человеческий разговор, на этом заканчиваться должен. Михаил Алексеевич, выгонять времени нет, надо достроить. Мы достроим это. Заставляйте тогда работать. И качество работы должно соответствовать всем тем нормативам и стандартам. Вот и все. Глава Республики поручил председателю Кабинета Министров оценить выполнение параметров дорожной карты и сделать все, чтобы программа по переселению из аварийного жилого фонда в Чувашии не была сорвана. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.